Валерий Александрович трудится на Америтинском участке электросетей. Именно эта распределительная подстанция обслуживает и отвечает за работу всех объектов Олимпийского парка. Два месяца, которые были самыми важными для страны, оперативно-воездные бригады работали круглые сутки, признается мастер. Не менее сложную работу пришлось проделать и во время подготовки к играм. Ремонт кабельных линий, ликвидация обрывов электропроводов, восстановление схемы электроснабжения, причем всего оборудования. Перед энергетиками стояла стратегическая задача – обеспечить успешное проведение Олимпиады 2014. Сегодня с наградой в руках и с гордостью за выполненную работу энергетик с 20-летним стажем об успехах своей команды говорит не иначе, как со слезами на глазах. Мы все переживали за это, чтобы оборудование отработало. Все прошло удачно. Никто не ожидал, что мы выиграем Олимпийские игры. Никто не ожидал, что мы выиграем Паралимпийские игры. Ну, я не ожидал, что получится так. Ну, так получилось у каждого свои награды. Семья мастера гордится тем, что профессионализм Валерия Александровича оценили в Олимпийском Сочи. Приехал Кранин из Воронежской области. Сам же лучший энергетик рад тому, что его опыт пригодился молодому поколению энергетиков. Сейчас он занимается наставнической деятельностью, обучает персонал, проводит регулярные тренировки и инструктажи. Алексей – дежурный электромонтер оперативно-воездной бригады, признается – Кранин влюбил его в профессию энергетика. Можно про него сказать так, что он один из тех мастеров, которому можно действительно довериться, что-то спросить, который учит действительно, который поправляет, когда не надо. Возможно, даже по-отцовски так журит слегка. Очень хороший, как человек вообще великолепный просто. Нравится мне душа в душу, можно сказать, работаем. Олимпиада прошла, Паралимпиада прошла. Я считаю, что мы ее провели на ура. Вытащили ее на своих плечах. И немалый вклад в это, конечно, внесли оперативный персонал, оперативники. То есть мы, в том числе Валерий Саныч, я, ну и другие ребята, которые с нами работают. Конкурс на звание лучшего энергетика Олимпийского Сочи завершен. Опыт проведения подобных профессиональных конкурсов планируют перенять и другие регионы страны. Подошел к концу и самый амбициозный проект рост сетей по модернизации электросетевого хозяйства региона. Аналогов такого строительства и реконструкции в столь сжатые сроки нет нигде в стране. На сегодняшний день задача сочинского предприятия магистральных электрических сетей ФСК ЕС остается прежней – обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение всех потребителей Краснодарского края. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.